МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На закруглении дороги выехал навстречу и столкнулся с Вольво. В результате происшествия пострадали два человека автомобиля Вольцваген Шаран. Это 29-летняя девушка, а также трехлетний ребенок, который находился на руках у матери. Оба пострадавших были доставлены в Октябрьскую больницу. Всего же за предвыходные и выходные дни в регионе зарегистрировано 83 ДТП, в которых телесные повреждения получили 3 человека. Погода добавила сложности и другим автомобилистам. Так под Светлогорском микроавтобус съехал в Кювет и перевернулся. Ставить на колеса автомобиль пришлось спасателям. Из снежного заноса пришлось высвобождать и машину аварийной газовой службы. Автомобиль застрял в Гомеле по улице Кораллово. В обоих случаях никто не пострадал. Снегопады повлияли и на паводок. Под водой оказались сразу несколько дорог, некоторые временно закрыты для легкового транспорта. Пострадали также подворья и хозпостройки. Круглосуточный мониторинг обстановки проводят спасатели. На данный момент зафиксированы подтопления в пяти районах Гомельской области. Это Житковичском, Петриковском, Брагинском, Мозорском и Реческом районах. Жизнедеятельность людей не нарушена, эвакуация не проводилась. Помощь спасателей понадобилась в эти выходные не только людям. В деревне Шиичи Калинковического района на одной из молочно-товарных ферм бык провалился в канализационный отстойник. Самостоятельно выбраться животное было не способно. Глубина колодца 5 метров. Спасателями при помощи хозяйственных рукавов животное было извлечено. Оно не пострадало. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok